10 популярных киносцен, которые изменили в других странах Прелесть фильмов в том, что их снимают для всего мира. Но нередко некоторые сцены меняют для показа картины в других странах. Приходилось ли вам видеть американский фильм, который снимали для другой страны? Сегодня мы покажем вам 10 киносцен, которые изменили для показа в других странах. Не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы не пропустить наши новые видео. Университет монстров. Кексы В 2013 году вышел мультфильм «Университет монстров», который стал приквелом «Корпорации монстров». Он показывает нам историю знакомства Майка и Джеймса в колледже. Но даже в этом мультфильме для международного проката изменили одну сцену, когда Рэндалл испёк кексы, чтобы завести друзей в кампусе. В американской версии на кексах написано «Be my Paul» – «Будь моим другом». А в международной версии на них просто были смайлики. Pixar решили изменить шутку, чтобы она была понятна для неговорящих на английском языке людей. Да когда эти путешественники наконец угомонятся, бесят своими видео из разных концов планеты, плещутся в море и катаются на яхтах, пока ты катаешься на офисном стуле. Откуда у них вообще на это деньги? Нашли бабушкин сундук с акциями Apple? Попросили Тинькова их усыновить? Это какой-то заговор. Хорошо, что есть старый добрый Алексей Вильнюсов. В своих блогах он не только колесит по миру, но и учит, как заработать в интернете и тоже бесит всех тем, как классно ты живёшь. Подписывайся на канал Вильнюсова. Роскошная жизнь сама на себе не заработает. История Игрушек 2. Речь База Лайтера. Вы, скорее всего, не знали, что в версии Истории Игрушек 2 для мирового проката была изменена одна сцена. Если вы не забыли, Баз Лайтер произнёс воодушевляющую речь перед игрушками, прежде чем они отправились в путешествие по городу. Во время неё за спиной астронавта появляется американский флаг. Для мирового же проката флаг заменили на крутящийся глобус в фейерверках. А композитор Рэнди Ньюман написал новую песню под названием «Гимн мира». Железный Человек 3. Китайская версия Железный Человек 3 – детище студии Marvel и китайской компании DMG Entertainment. В китайскую версию фильма были включены некоторые сцены, которых не было в американской. Например, Доктор Ву, с которым нас знакомят в начале фильма, получил несколько дополнительных сцен для раскрытия. В общей сложности было добавлено около 4 минут, а ещё там есть сцена с Железным Человеком и студентами, которую мы видели в новостных репортажах. В китайскую версию также добавлены сцены с продакт-плейсментом популярного китайского бренда молока. Головоломка. Фанат футбола Головоломка вышла в 2015 году, и в ней тоже есть сцены, которые претерпели изменения перед выходом в международный прокат. Главными персонажами мультфильма являются эмоции девочки-подростка, которую перевезли в другой город, в связи с чем у неё происходит эмоциональный внутренний конфликт. В американской версии мультфильма девочка любит хоккей, а вот в других – футбол, так как он более популярен во всём мире. Ещё одной изменённой сценой стал эпизод из детства, когда папа пытался накормить малышку брокколи. В Японии брокколи заменили на зелёный перец. Вероятно, японские дети не любят его ещё больше. Пираты Карибского моря на краю света. Китайский капитан. Пираты Карибского моря – одна из крупнейших франшиз Диснея. Все обожают персонажа Джонни Деппа капитана Джека Воробья. В китайской версии «Пиратов Карибского моря на краю света» у одного персонажа отняли экранное время. Это был китайский капитан пиратов. В американской версии он провёл на экране порядка 20 минут, которые были переполовинены в Китае. Это произошло, потому что власти Китая посчитали его оскорбительной расистской карикатурой. В одной из сцен он цитировал известное китайское стихотворение героини, в которую влюбился с первого взгляда. Кроме того, была вырезана сцена, в которой он приветствует капитана Барбоса в Сингапуре. По мнению его жителей, это говорит о том, что Сингапур был страной пиратов. Зверополис. Животные репортеры С этим мультфильмом, вышедшим в 2016 году, дела обстоят ещё интереснее. Здесь животных репортеров меняли в зависимости от того, в какой стране показывался мультфильм. В США, Канаде и Франции был лось. В Китае – панда. В Японии – тануки. В Австралии и Новой Зеландии – куала. В Великобритании – корги, а в Бразилии – ягуар. В некоторых странах животных даже озвучивали местные телеведущие. В Зверополис проделал отличную работу, чтобы подстроиться под культурные особенности по всему миру. Линкольн. Урок истории. Шляпа, борода, лицо на пене и пятидолларовой банкноте – кто не знает Абрахама Линкольна? Перед выходом фильма Стивена Спилберга в международный прокат, исследования показали, что почти все в мире знают, кто такой Линкольн. Но они не уверены, что такого особенного он сделал для США. К счастью, режиссёр дал зрителям, незнакомым с Линкольном, небольшую шпаргалку. В международном прокате к фильму добавили небольшое чёрно-белое вступление, рассказывающее о гражданской войне. А в японской версии сам режиссёр дает зрителям урок истории США. Это важный период в истории США, потому замечательно, что Спилберг решил пояснить зрителям, в чём его суть. Сияние. Сцена с печатной машинкой. Сияние Кубрика, основанное на книге Стивена Кинга, является одной из самых узнаваемых работ режиссёра. Кубрик всегда точно знал, чего хочет, потому измождал актёров множеством дублей, пока не добивался желаемого эффекта. Так он понял, что весь эффект от шедевра Джека будет нивелирован, если иностранным зрителям придётся читать субтитры с текстом, написанным на страницах. Слова легко перевести на другие языки, но такое выражение существует лишь на английском. Секретарь Кубрика потратила не один час, чтобы создать рукопись для американской версии. Представьте, какую работу ей пришлось проделать, чтобы сделать то же самое, разыскивая настоящие выражения из других языков. Первый мститель. Другая война. Список дел. Будь вы капитаном Америки, у вас бы тоже возникло много вопросов, если бы вы пробыли замороженным во льду столько лет. Всё вокруг поменялось, вы ничего не понимаете, а ещё столько всего надо успеть и попробовать. Если вы помните, у капитана был список дел, который он хотел обязательно выполнить. Там были фильмы, мероприятия и, конечно же, Стив Джобс. Но если вы смотрели фильм не в США, то заметили несколько расхождений в этом списке. В британском списке капитана были Битлз, сериал Шерлок и Шон Коннери. У французского – Дафт Панк и Пятый элемент. Стражи Галактики. Я есть Грут. Грут из Стражей Галактики – одна из самых ярких ролей Вина Дизеля. Несмотря на то, что говорит он всего три слова, Дизелю приходилось каждый раз воображать, как бы персонаж выговорил свою реплику. Всё бы ничего, но Дизелю пришлось говорить эту фразу 15 раз. И все на разных языках. Дизель предан своему делу и выучил эту фразу на венгерском, хинди, чешском, польском, португальском, испанском, украинском, мандаринском, японском, французском, итальянском, казахском, немецком, русском и английском. Даже после окончания съёмок Дизель ещё долго помнил многие из реплик на других языках. Какая из этих перемен удивила вас больше всего? Пишите нам в комментариях, а также не забывайте ставить этому видео лайк и подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Игорь Негода. Игорь Негода. Продолжение следует...